Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги «Премудрости Соломона» не канонической, переведенной из греческого. В данном случае я читаю синодальный перевод для библейского портала «Экзегет». И вот у нас в шестой главе, обращаясь к царям и правителям, наш автор, который, конечно, не может быть Соломоном, явно живет позже, и Соломон — это, скорее, литературный образ, призывает их учиться при мудрости. Вот так, да, в этом суть их успешного правления. Не просто там соблюдать заповеди, не просто там справедливо судить. Это, конечно, тоже, но это частное проявление общего принципа учиться при мудрости. Так, на минуточку, а ты-то кто такой? Спросит автор кто-нибудь. Ты тут царей получаешь. Ты что ли ангел с неба? И я человек смертный, отвечает он, подобный всем, потомок первозданного земнородного, ну, то есть Адама. Я в утробе матерни образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном, ну, то есть от секса, извините. Я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. То есть я ничуть не лучше всех остальных. Вскорблен в пиленах и заботах, и мы ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь, одинаковый исход. То есть царь ты или не царь, но ты человек прежде всего. Посему я молился и дарован мне разум. Я взывал и сошел на меня дух при мудрости. Вот это, конечно, очень подходит к тому, чтобы видеть здесь Соломона. Я напомню, что Соломон выглядит здесь лирическим героем, повествователем, от имени которого все говорится. Он не говорит, я великий царь Соломон, который там всего добился. Я человек, не очень важно кто. Но я молился и даровал мне разум. Я взывал и сошел на меня дух при мудрости. Я предпочел эскипетром и престолом. Богатство почитал за ничто в сравнении с ней. Драгоценного камня не сравнил я с ней, потому что перед ней все золото, ничтожный песок, а серебро грязь в сравнении с ней. Соломон действительно молился о даровании при мудрости, а не богатству, славы и всего прочего. И Господь ему дал при мудрость, а все остальное ей сопутствовало. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. Более чем дневной свет она ему нужна. А вместе с ней пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их. То есть все от нее происходит. Без хитрости я научился и без зависти преподаю. Хороший принцип преподаватель. Без хитрости научился, шпаргалками не пользовался. И без зависти преподаю. Не завидую тем, кто добился больших академических успехов. Не скрываю богатства ее, ибо она есть неистащимое сокровище для людей. Пользуясь ее, они входят в содружество с богом посредством даров учения. Входят в содружество с богом. Потом это Павел переформулирует, скажет, имеем мир с богом. Только дал бы мне бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке его и мы, и слова наши, и всякое разумение, искусство, делание. Сам он даровал мне неложное понимание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. То есть, премудрость, в общем-то, это проявление бога, и поэтому, конечно, от бога исходит всякое ее понимание. Начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природа животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. То есть, премудрость — это еще и наука об окружающем мире. Познавая его, мы больше понимаем о боге, больше понимаем о себе самих. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего. Художница всего, какой красивый образ. Бог творец, но форму придает премудрость, как некое проявление бога в этом мире. И придает прекрасную форму. А вот тут определение премудрости. Ничего себе, уже седьмая глава подходит к концу. Книга называется «Премудрость», она про премудрость, это главное, о чем там говорится, и только здесь появляется определение. Определение очень странное, очень поэтичное, сложное. Она из дух разумной, святой, единородной, многочастной, тонкой, удобоподвижной, светлой, чистой, ясной, невредительной, благолюбивой, скорой, неудержимой, благодетельной, человеколюбивой, твердой, непоколебимой, спокойной, беспечальной, всевидящей и проникающей все умные, чистые и тончайшие духи. Вот прям не знаешь, что и сказать. Он описывает ее как дух, обладающий множеством всяких свойств. Кстати, вот это типично греческий подход, да, не еврейский, он дает множество определений. У авторов, пишущих на еврейском языке таких книг в Ветхом Завете очень много, будут скорее какие-то ее действия, ее проявления. А здесь определение, единородный, многочастный, невредительный, благолюбивый, благодетельный, человеколюбивый дух. Даже на древнееврейский это трудно перевести. И в принципе это тоже про ее действия, да, то есть она не вредит, а любит, делает благо, любит людей прежде всего. Проникающие все умные, чистые и тончайшие духи. То есть это некое духовное явление, и она центральная. То есть конкретные проявления каких-то иных духов, это от нее уже производные. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она из дыхания силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, потому ничто оскверненное не войдет в нее. Дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя. Вот это уже очень близко к понятию святого духа в христианском богословии. Она есть некое проявление Бога, причем не внешнее его действие, а вот самое явление его суть, излияние славы Вседержителя, как тут сказано. Она из толпы с к вечного света и чистое зеркало действия Божьей и образ благости его. То есть то, что мы видим в ней, отражает подлинную природу Бога. Ну, в принципе, на языке христианского богословия, да, это святой дух. Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род, святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. То есть она действует в людях, но не во всех, или, скажем так, не во всех в равной мере. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Как-то Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Но вот эта любовь Божья, она обращена к светлым сторонам человеческой души. И здесь они названы этой самой премудростью. Собственно, образ Бога в человеке, другими словами. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд, то есть всех звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба. Она быстро распространяется от одного конца до другого, и все устрояет на пользу. Это уже слова из восьмой главы, но в ней продолжается гимн премудрости. И вот эти слова, конечно, хочется прочитать сейчас. Но хорошо, очень красивые, яркие слова премудрость, как излияние сущности Творца в этом мире, как его присутствие и действие в этом мире. Но ты-то как с ней познакомился? Вот об этом он нам расскажет в восьмой главе. Субтитры создавал DimaTorzok